Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет распаковка одной интересной посылки с сайта Алиэкспресс. И эту посылку, судя по красному скотчу, уже вскрывали на таможне. Наверное, чтобы проверить, не пистолет ли тут находится. И вы знаете, они правильно подумали, потому что штуковина, которая находится в этой посылке, реально-таки похожа на пистолет. Посмотрите, вот она. Ну, не пистолет, да пистолет чистой воды. Ребята, это пирометр, прибор для измерения температуры бесконтактным методом. На упаковке написано также его второе название. Инфракрасный термометр. Вот так вот. Давайте его откроем и посмотрим поближе. Так, тут какая-то инструкция у нас есть. И смотрите, это же реально пистолет. Вот ручка, курок, чтобы стрелять, ствол. Можно стрелять, ребята. Для того, чтобы включить эту штуку, нужно установить сюда две вот такие вот маленькие пальчиковые батарейки. Вот таким вот образом открывается рукоятка, и сюда устанавливаются батареечки. Есть! О, даже что-то там загорелось. В чем прикол этой штуки? Это бесконтактный термометр, потому что не нужно прикасаться к предмету, чтобы измерить его температуру. Например, у вас есть горячий утюг. Как мы обычно делаем? Поплевали? Горячий, да? Здесь же просто наводите на предмет, скажем, на руку, нажимаете, держите, отпускаете, и смотрите, 34,4 градуса. Также можно включить, это я включил, подсветку. Вот она, здесь просто яркое освещение, плохо видно. Синяя подсветочка, а также здесь включается лазер. То есть, когда мы нажимаем, загорается красная точка. То есть, показывает точку, в которой измеряется температура. Вот, 34,2. Давайте измерим температуру стола. 23,9. Температуру стенки 22,5. Видите? Кстати, сам лазер, он никак не влияет на показания температуры. Его можно отключить. Просто отсюда выходит такой инфракрасный луч, он, причем, расширяется вот так вот. Чем дальше вы до предмета, тем более широкое пятно он измеряет. Ну, короче, это такие вот технические детали. Самое главное, то, что я вам хотел сказать, это то, что он измеряет температуру бесконтактным методом. И давайте сейчас попробуем испытать его на разных предметах. Давайте сначала измерим что-нибудь простенькое. Температура батареи 43,3, даже 0,5. Так, стенка возле батареи уже 27,3. Так, давайте стенку немножко в сторонке. 23,4. О, а ну-ка давайте откроем холодильник. И что у нас там находится? Все не так, как у людей. В холодильнике у меня находятся муравьи. Как вы помните, они тут у меня зимуют. Давайте проверим, при какой температуре они зимуют. Так, плюс 8 градусов. А ну здесь, здесь 10. Ну, короче, около 8. О, тут 9, 7. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас вот в этой камере. Это еще не морозилка, но здесь уже холодно. Плюс 2. Так, а теперь давайте откроем морозилку. Здесь должно быть примерно минус 18. И посмотрим, что покажет наш прибор здесь. Смотрите, направляю на этот сверток. Так, показывает минус 8. Хорошо, направляю сюда на дно. Так, минус 16. Это, я думаю, ближе уже к правде. А ну сюда на лед. На лед показывает минус 12. А теперь смотрите прикол. Здесь находится металлический шар, блестящий такой шар. Давайте-ка на него в упор направим. И что показывает? Плюс 6, почти плюс 7 градусов. Как это так? Давайте еще раз. Плюс 5. В чем же прикол? Минус 16 и плюс 5. Сейчас я вам все объясню. Этот прибор-пирометр, как я и сказал, измеряет температуру при помощи инфракрасного луча, который он излучает вот отсюда. Но разные предметы имеют разную поверхность и по-разному излучают или отражают лучи. Этот пирометр настроен так, что он будет правильно показывать температуру таких предметов, как бетон, дерево, пластик, кирпич, асфальт или резину. А если это какая-то зеркальная поверхность, металлическая, блестящая и так далее, то температура будет показана с искажениями. Именно поэтому блестящий шар в морозилке, хотя он там замороженный, холодный, показал плюс 10, хотя в морозилке реально минус 16. Для примера, смотрите, у меня есть чайник, который только что кипел. Он металлический. Смотрите, навожу на него пирометр, нажимаю, и что он показывает? 36 градусов. Какие 36? Я реально не могу прикоснуться. Давайте сделаем так. Возьмем черную изоленту, отмотаем, отрежем и наклеим, чтобы у нас была поверхность черная на этом же чайнике. Вот так вот. Наводим еще раз сюда термометр, и он показывает 96,4. Это уже ближе к правде. Смотрите, здесь 37, а здесь 95. Понимаете, в чем прикол? Поверхность металлическая отражает лучи не так, как отражаются лучи от вот этой вот горячей поверхности. Вот такой вот пирометр. Прикольный, конечно, но есть свои нюансы. Давайте еще поэкспериментируем. Попробуем узнать температуру горящей спички. Вот интересно, получится у нас что-то или нет. Поджигаем. Включаем пирометр. О, 235. Это я уже что-то сдвинул. 215, 212. Это уже похоже к истине. Хотя нет, вот я нашел в Википедии температура пламени спички 750-1400 градусов. Прикиньте, хотя этот термометр максимально измеряет до 600. А может быть, знаете почему? Потому что пламя-то маленькое, а здесь вот прям сюда у меня не получилось поднести. Давайте попробуем поднести прям сюда вот к самому этому отверстию. Может быть, получится вот так вот где-то. Сейчас сожгу еще. Нет, все равно 198. До 200 даже не дотягивает. Кстати, ребята, вы все время спрашиваете, где грибы, когда грибы. Но дело в том, что они еще не выросли до конца. Поэтому я жду-жду, и обязательно будет видео. А пока небольшой спойлер. Смотрите, у меня уже есть два грибочка. Вон они, родимые. Так что видео с грибами обязательно будет, когда их будет очень много. О, давайте проверим температуру горения бенгальского огня. Я читал, что эта температура свыше 1000 градусов до 1500 достигает. Давайте проверим сейчас, что замерит наш пирометр. Есть, такс, 300, 290, 300, 400, 400, вы видели? 370, о, 404 только что было. Прямо практически туда я втыкаю. 399. Нет, о, 415. Это максимальная температура, которую мне удалось засечь. Кстати, может быть, знаете, в чем дело? В том, что точка, в которой 1500 градусов, как написано в Википедии, она очень маленькая. И, опять-таки, луч пирометра не может попасть именно в эту точку. Может быть, в этом дело? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Но красиво же, правда? Красота! Все, закончилась красота. А теперь давайте проверим, получится ли замерить температуру газовой горелки. Вот, тут достаточно мощное пламя. Смотрите, его практически не видно. Но оно есть. Так. 96. 133. 104. Ну, это, по-моему, неправда. О, кстати, смотрите, выкатился шарик. Кстати, вы, наверное, помните, было время, когда все снимали видео про раскаленный шар. Что-то прожигали там, короче, и так далее. Но я не снял ни одного такого видео и не собираюсь. Я хочу сделать вот что. Я установлю этот шар вот на такую подставочку. Разогрею его до максимальной температуры при помощи горелки, а потом замерим температуру при помощи пирометра. Здесь, кстати, максимальная температура 600 градусов. И если он нагреется свыше 600 градусов, то этот прибор покажет какую-то ошибку. Интересно, какую и как это будет выглядеть. Включаем и пусть он нагревается. А мы, тем временем, пойдем на кухню и попробуем замерить температуру комфорки на плите. Итак, плита у нас черная и должно показывать более-менее правильную температуру. Так-с, ставим на максимум. Что у нас тут? Девятка, по-моему. Так, чувствую, что уже тепленькая становится. О, краснеет! Так-с. 45 58 А, я буду держать, и оно будет показывать в онлайн-режиме. Смотрите, 77 80 80 И опять 80 90 98 101 102 Смотрите, как растет температура. Интересная комфорка. Эта плита не сгорит без кастрюли. Не знаю. Так-с. Что у нас? О, уже 130. Какая же максимальная температура? На какой температуре она отключится? Блин, мне уже горячо держать. Прямо жар сюда такой. Дотянем до 200 или нет? 206 Было только что. О, опять. Нет, колеблется. 240 250 250 Вот это жесть. Смотрите. 270 А ну, до 300 дотянет. Потом, наверное, выключу, потому что капец будет в плите. Давай-давай. Давай-давай. 315 Нет, ребята, я выключаю, потому что вдруг еще сгорит. Я не знаю, можно без кастрюли ставить или нет, но это максимальное. 315 градусов. Вот это жесть. Ну что же, возвращаемся в комнату. И смотрите, шар уже не блестящий, потерял глянец, но он все еще не красный. Давайте-ка замерим его температуру. Что он нам покажет? 520, прикиньте, вот это жесть. Это почти порог, до 600. Будем держать. Растет температура, смотрите. Итак, подождем еще чуть-чуть, чтобы достигнуть максимального порога. 600 градусов, которые максимально может измерить этот пирометр. Итак, ребята, прошло еще 5 минут. Вот смотрите, какой он стал прям такого малинового цвета. Давайте-ка замерим сейчас. 590. О, хай, вы видели? Только что высветилось хай, то есть превышение максимальной температуры. Вот, вот, ребята, я поймал этот момент. Хай, превышение, максимальная температура. Дальше он просто не измеряет, ребята. Нужно было купить пирометр с температурой измерения до 1000 градусов. Тогда мы могли точно сказать, какая же температура этого шара. А так точно выше 600 градусов. Это 100%. Да, ребята, он красный, малиновый, как будто покрасили малиновой краской. Ха-ха, жесть. А ну-ка, немножко подостыл. 560. Ну, короче, колеблется около 600 градусов. О, уже темнеет. Ну, какой же он горячий. Уже отсюда слышно жар. Вот это жесть. Кстати, покупал я этот прибор на Алиэкспрессе всего лишь за 9,64 доллара. И, кстати, очень популярный товар. Смотрите, я сейчас вам покажу. Больше 10 тысяч заказов. И 4,9 у нас отметка. А что? Прикольная штука, если, допустим, нужно быстренько измерить, например, температуру батареи или температуру оконного блока. Вот я сразу понял, что у меня здесь щель. И здесь довольно-таки холодно в этом месте. Довольно прикольный прибор. Мне он понравился. Хотя есть свои нюансы, конечно, при измерении. И их нужно учитывать. Кстати, ребята, прошло уже, наверное, минут 10 после того, как я выключил газовую горелку. Но этот шар все еще держит температуру. Смотрите, почти 300 градусов. Вот это жесть. Я думаю, если коснуться спичкой, то она зажжется. Да, так и есть. Представляете, как долго держит температуру этот металл? Удивительно просто. В общем, ребята, такая вот штуковина у нас была сегодня в обзоре. Пирометр или инфракрасный термометр. Ссылочку, где я покупал, я, как обычно, оставлю в описании. Может быть, кому-нибудь пригодится в хозяйстве такая штука. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok